Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий и это 7 инсайдов. Крайне крысиная программа о футболе. Сегодня обсуждаем зарплату Захаряна, зарплату Карпина. Инсайды про футбольный клуб Красава тоже есть в конце выпуска. Обязательно подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте ваш драгоценный изумрудный лайк, ну и поехали. Сколько Арсен Захарян будет зарабатывать в Челси? Новость от 26 августа. Итак, потенциальная зарплата Захаряна в Лондоне 960 тысяч фунтов стерлинга в год до вычета налогов. Проходит несколько дней, на сайте чемпионат.ком выходит большущее интервью с легендарным футболистом Игорем Добровольским и вот что Игорь внезапно сказал по Захаряну. Если Арсену действительно дают меньше миллиона фунтов в год до вычета налогов, сколько же парень будет получать на руки? Агенты просто кидают его как котлету. То есть продавать его они собираются за 15 миллионов евро, а зарплата 900 тысяч грязными. А налоги-то в Англии огромны. Смотрим внимательно. 960 тысяч фунтов стерлингов грязными это примерно, конвертируем, 500 тысяч евро чистыми. Просто все налоги вычитаем и так далее. А 500 тысяч евро чистыми это нынешняя зарплата Захаряна в Динамо. То есть Челси дали понять. Парень, не волнуйся, мы тебе как минимум повторим твою московскую зарплату. Не волнуйся вообще о бабках. Главное скажи свое окей, что ты готов переезжать в Лондон и мы тебя подпишем. Но я так понимаю, что еще идут переговоры по контракту, потому что он планируется такой долгосрочный. Следовательно и зарплата там будет расти. И вот эти вот 960 тысяч фунтов грязными далеко не окончательная сумма. В каких клубах тусуются игроки РПЛ? Вопрос был гораздо конкретнее именно про Петербург и Москву. Начинаем с Питера. Санда и Гинза, там вы можете встретить бразильцев Зенита. Еще есть такое место как Эль Лаго и Будда Бар. Там обычно какие-то командные сходки, такие вот тимбилдинги. О, там добыли какое-нибудь очередное чемпионство, идем туда тусоваться. Правда там закрывают обычно заведение, чтобы игроки вообще ни капельки не напрягались, чтобы все было на Чиле. Но бывает, что они туда заходят и просто так. И еще есть вот до сих пор любимый почему-то ресторан-терраса около Казанского собора. На мой вкус, я там был раза три, полное дерьмо, но футболисты внезапно его обожают. Плюс Мостовой и Круговой. Вот у них есть какое-то такое заведение на Петроградке. Мне не сказали его название, сказали просто тебя туда даже фейс-контроль не пустят. Поэтому название знать смысла вообще никакого нет. Но еще, справедливости ради, Данил Круговой подтягивает свою форму в клубе Спортлайф. То есть не в ночном, не в каком-то ресторане, а в фитнес-клубе около Балтийского вокзала, Варшавский экспресс. То есть если вы купите абонемент, есть шанс, что вы придете. Херакс на соседнем тренажере занимается Данил Круговой. По Москве гораздо тяжелее. Вот казалось бы, есть у меня источники. Я спрашиваю, а как ты думаешь, в какие места ходят? Они говорят, ой, я не знаю, не знаю, не знаю. Удалось добыть только самое банальное. Стрепуха эгоист, но про нее, по-моему, и так все знают. И еще есть заведение, называется Заварка. И там вроде бы некоторые футболисты, один из которых этим летом мог даже уехать в Европу, некоторые футболисты подтягивают, посасывают колья. С алкоголем их там не видели. Но вот Заварка примечательна тем, что я начал гуглить, что это вообще за место. И там как будто все отзывы резко негативные. Персонал хамит, еду несут долго, все проблемно. При этом очень дорого, очень пафосно. Ну, супер странная история. Возможно, специально нагнетают, и люди туда приходят. На самом деле там хорошо. А вот создается такая иллюзия ущербности. Друзья, в этом туре РПЛ аж два мегаматча. Динамо, Зенит и Спартак против Локомотива. Оба моих прогноза уже у вас на экране. А где же я сделал свои ставочки? Конечно, у моих легальных партнеров из Пари. Тем более, Пари раздает фрибеты на 1000 рублей. Как забрать свой фрибет? Кликаем по ссылке из закрепленного комментария. Проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше пяти минут. Пополняем баланс, получаем ту самую тысяченцию. Ставим ее куда-нибудь, например, на эти два матча. Выигрываем. Чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами. Приземлиться прямо к вам на счет. Все очень просто. Главное, кликнуть по ссылке из закрепленного комментария и скачать приложение Пари, потому что это лучшее приложение к спорту. Зачем Зенит так унизил Оренбург? Счет, если кто-то забыл, 8-0. И, в принципе, после первой таймы уже было ясно, что три очка добыты, что уже разгром, что уже болельщикам хватит, что Оренбургу самое главное хватит. Но Зенит не успокоился, продолжил забивать, потому что в любом матче РПЛ как минимум 5000 евро за результативное действие все-таки платят. Результативное действие это гол, это ассист, это заработанный пенальти. Здесь все поровну, чтобы люди не жадничали, чтобы не срались за эту пятерку. То есть сумма такая, вроде бы, для футболиста незначительная, но все равно приятная. Поэтому можно восьмеру отгрузить Оренбургу, но есть и конспирологическая теория, причем я дважды ее слышал, якобы. Оренбург столько напропускал, чтобы игроки Зенита заделились с ними премиальными. Это что-то из нулевых или даже из 90-х. Я в такое совершенно не верю. Сократилась ли у Карпина зарплата в сборной? Люди реально волнуют эту тему. Даже во ВГИКе был такой мем, типа, когда ничего не делаешь целый год, но получаешь полноценную зарплату, на самом деле все не так просто. Да, популярное мнение, что ничего не поменялось, что остался тот же оклад. Нихера. В контракте прописано, если у тебя есть какое-то совмещение, твоя зарплата в сборной сокращается, причем в несколько раз. Допустим, там не на 10%, а именно в несколько раз, то есть крайне существенно. И у Карпина сейчас, вот я выяснил, около 5 миллионов рублей в месяц в Ростове, причем у игроков там заметно меньше, он самый высокооплачиваемый сотрудник Ростова. У игроков 500-600 тысяч евро в год, то есть Валера в иерархии реально на первом месте. Какая была именно зарплата в сборной, я не знаю, но вроде бы у всего штаба в районе миллиона евро, вот на всю эту группировку Карпина, там Писарев, Анопко и так далее. Главная интрига лично для меня, смотрите, Карпин при деле, то есть окей, у него сократилась зарплата в сборной, но в Ростове все окей. Писарев, у него был некий оклад в сборной, он пошел в Химки, оклад сократился несколько раз, из Химок его убрали, и вот теперь мне интересно, распружинился ли оклад Писарева в сборной, или все-таки остался мелким. Кто из игроков РПЛ может сменить спортивное гражданство? Совсем недавно Георгий Мелкадзе, икона Спартака, легенда Сочи, король офсайдов, недавно Мелкадзе признался, что вот он задумывается, а не поиграет ли ему за сборную Грузии. Мелкадзе, Грузия, все складывается. Но есть еще и вратарь Виталий Гудиев, у него был один хороший сезон в Ахмате, один провальный сезон в Ахмате, сейчас он в Химках, и у него отец Казимир Гудиев, и у него азербайджанские корни, вообще в принципе он азербайджанец, поэтому и Гудиев, еще летом были об этом разговоры такие, не публичные, Гудиев тоже может заиграть за сборную Азербайджана, а почему бы, в общем-то и нет, и я думаю, что такое будет все чаще и чаще, но пока что не было, что вот российский какой-то, ну даже русский парень, Херакс, хочу играть за сборную Казахстана, хочу играть за сборную Армении, Грузии, кого-то еще, пока такого не было, пока что вот Мелкадзе, Гудиев, у них все основания есть, они понимают, что в сборную России они вряд ли попадут, поэтому можно поиграть за какие-то другие команды, и повезло сборной России, реально повезло, что удалось удержать Захаряна, уже юридически он не сможет играть за Армению, хотя, возможно, это бы упростило его переход в Челси, но это уже такая совершенно затухшая перспектива. Как Зенит прижал партнера? Известная история, у Зенита и Коминшоу один букмекерский спонсор. Примерно год назад Андрей Мастовой появился в эфире Коминшоу, причем с Андреем договорились то ли как-то в обход отдела маркетинга Зенита, то ли как-то еще, ну в общем, в отделе маркетинга Зенита не знали, что Мастовой собирается на Коминшоу. Выходит, значит, видос, и Зенит отправляет своим букмекерским партнерам такую предъяву. Смотрите, вы наш спонсор, Андрей Мастовой, наш игрок. Он пошел в вашу программу. Значит, это рекламная интеграция. А рекламная интеграция сколько у нас стоит? 2 миллиона рублей. Будьте добры, пожалуйста, за приход Мастового на Коминшоу перечисляйте нам 2 миллиона рублей. Вроде бы удалось это разрулить, но, по-моему, Зенит себя вел предельно неадекватно. Учитывая, что выпуск Коминшоу я посмотрел, собрал всего лишь, именно всего лишь для такого формата, 100 тысяч просмотров. Как Жека Савин прощался с командой? Конец зимы, конец февраля, все начинается, из красавы уходят спонсоры. Жека собирает команду и говорит, пацаны, парни, кентули мои, у нас есть два варианта. Либо мы снимаемся прямо сейчас, потому что денег очень мало, будет прям тяжело. Либо мы отказываемся от премиальных и доигрываем сезон вот стопудово. Ну, конечно же, ребята расстроились, примок не будет, но все-таки решили, что дело чести доиграть сезон. Проходит примерно полтора месяца, 15 апреля у красавы матч с Казанкой. После этого матча Жека говорит, ребята, мы с вами давно не общались в неформальной обстановке, давайте все соберемся, устроим вечеринку. Устраивают вечеринку, там Жека берет слово, говорит, пацаны, я вас всех люблю, вы мои кореша, там все дела. Ну, как обычно, духоподъемная речь, никто ни о чем не подозревает. На следующий день, 18 апреля уже, выходит то самое видео Евгения Савина, сам Савин улетает из страны, просто уезжает, никому из игроков он не говорил, что у него есть такие планы. То есть, для всех игроков красавы такой релиз был сюрпризом. После этого Жека очень неохотно отвечал на какие-то вопросы, только на самые важные отвечал, говорил, что у него там другие дела, ему угрожают все дела. Ну, короче, все понятно, какая там была атмосфера. И самая вопиющая история случилась в мае, потому что в мае красаве было не на что поехать в Красноярск. То есть, не было тупо денег на билеты. И тогда некоторые лидеры красавы, как я понимаю, обратились к Жеке, сказали, мы с тобой договаривались два с половиной месяца назад, когда только все началось, что мы отказываемся от премиальных, но стопудово доигрываем сезон. Поэтому будь добр, выполняй свои обязательства. И только после этого пришли деньги, чтобы купить билеты в Красноярск. Но там вообще было очень много проблем у красавы. Как я понял, и некоторые контракты были такие, что на почту приходит одно, а в реальности платят другое. И, например, опять же, после выхода того самого видоса Жеки Савина приходилось тренироваться в разных футболках, то есть не в форме красавы, а именно в разных формах, например, своих предыдущих клубов, чтобы не выгнали из какого-нибудь парка или из какой-нибудь базы, потому что было очень тяжело, несколько недель обстановка вокруг клуба была крайне напряженная. Но вот в итоге футбольный клуб Красава именно в России все-таки, как мы знаем, загнулся. Разумеется, очень много вопросов в духе, откуда у Савина деньги на клуб на Кипре. Ответов четких пока нет, но я продолжу крысить, а вы, чтобы не пропустить очередные инсайды, обязательно подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ну и ставьте ваш ценнейший лайк. Напоминаю, каждый палец вверх помогает видосу продвигаться по ютубной лестнице как можно выше, поэтому каждый лайк реально мне очень помогает. Я вам буду благодарен. С вами был Павел Городницкий. Чао! Продолжение следует... Продолжение следует...